В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вместо автостанции парковка в городской думе прошло очередное заседание комитета. Почти полтора миллиона рублей за 10 дней мошенники продолжают выманивать деньги у саровчан. Далее расскажем обо всем подробно. Вместо автобусной станции парковка на 500 мест для сотрудников НИЭФ. С такой инициативой вышел в Думу один из депутатов. Предлагается перенести от проходной первого завода станцию Тупиковую, тем самым высвободив места под стоянку личного транспорта. Как к идее отнеслись народные избранники и что думает на этот счет администрация, расскажем далее. На территории Тупиковой могут расположиться до 500 автомобилей. Депутат Андрей Крот предлагает перенести автостанцию и на ее месте организовать парковку. Объясняет инициативу просто. Сотрудникам первого завода негде оставлять свои машины. Предлагается перенести саму стоянку автобусов и диспетчерскую. А вот эту остановку, которая такого карманного типа, которую забирают людей из завода, ее оставить на прежнем месте. Таким образом, получается, если мы находим возможность организации стоянки автобусов в другом месте, начиная свой маршрут, автобусы будут подъезжать к этой автобусной остановке и забирать пассажиров. То есть, по задумке депутата, с прежнего места должен уйти лишь отстойник для автобусов. Базироваться они могут, например, на территории старой автозаправки, туда уезжать с остановки Тупиковой и оттуда начинать свое движение. В администрации инициативу не поддержали. По словам Сергея Лобанова, директора департамента городского хозяйства, перенос станции обойдется городскому бюджету очень дорого в моменте и принесет увеличение затрат в перспективе. Плечо до этой новой точки километр в одну сторону, километр в другую сторону, два километра. Если вы на количество рейсов умножите, это очень большая цифра появляется ежедневно. То есть, это все рейсы, они будут ходить туда по два километра плюсом. Отсюда, собственно говоря, придется увеличивать контракт для того, чтобы выполнять эту задачу. Не поддержали депутаты и коллеги. Во-первых, по их мнению, чтобы детально говорить об инициативе, нужно сначала обсудить ее с Горавтотрансом и просчитать хотя бы ориентировочную стоимость переноса автостанции. Во-вторых, такие изменения пойдут явно не на пользу ситуации с общественным транспортом в городе. Это увеличение количества пробок, это увеличение количества автотранспорта в городе, это необходимость строительства паркового подвора, это снижение пассажиропотока в общественном транспорте, потому что люди будут, чем больше удобства для автомобилистов, тем больше люди выбирают личный автомобиль. Это еще и снижение доходов Горавтотранса в последующем. Несмотря на то, что инициатива не нашла поддержки, ее решили все-таки обсудить более детально. Для этого депутаты создали очередную рабочую группу, в которую войдут представители Думы, администрации ВНИЭФ и Горавтотранса. Президент Путин обратил внимание на атомные города. На заседании Совета по науке и образованию под председательством президента директор Объединенного института ядерных исследований Академик Григорий Трубников предложил обратить особое внимание на города высокого научного и технологического потенциала с тем, чтобы качество городской среды в них не отставало от мегаполисов. Современной урбанистики в этих местах нет, а людям для максимальной самореализации нужна задача, нужны условия для работы, нужна комфортная городская среда, где было бы безопасно, удобно, комфортно, где могли бы быть реализованы самые прорывные технологические решения. Владимир Путин, отвечая на комментарии Трубникова, отметил, что на программы создания комфортной городской среды в целом выделяются колоссальные средства. Это сотни миллиардов рублей, подчеркнул президент. Развернуть бюджетный ручеек не такие большие деньги нужны. Вы правы, абсолютно жаль, что мы раньше до этого не додумались. Готов ли ребенок к школе? Дворец детского творчества продолжает встречи родительского клуба. На очередном мероприятии психолог поговорит с мамами и папами будущих первоклассников. Встречу могут посетить все желающие. Необходима предварительная запись. Подробности по телефону 9-52-32. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Очередной груз с помощью для мобилизованных нижегородцев отправили из регионального штаба поддержки. Представители побывали в разных точках, где находятся нижегородцы военнослужащие, рассказал губернатор Глеб Никитин. Доставили им теплые вещи, предметы гигиены, бензопилы, тактико-технические средства, медикаменты, электронику, маскировочные сети, автомобили УАЗ, а также передали письма от нижегородских детей. Обратно в регион от бойцов привезли трофеи, часть одной из сбитых вражеских ракет. Передать помощь для военнослужащих можно и в Сарове. В городе работают две точки. Гуманитарный склад на Пушкино 24А и Центр социальной помощи на Шверник-11. Заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды направит в этом году администрация Сарова. Ранее город дважды становился победителем этого конкурса, благодаря чему обновили парк Зерново и детский парк Насосино. Объект, который направят на предстоящий конкурс, определяют горожане. Опрос о приоритетной территории благоустройства пройдет в группе администрации ВКонтакте до 27 февраля. Кроме того, голосовать можно на первом этаже здания муниципалитета Сарова и в Молодежном центре. 23 школы и один пристрой построят в Нижегородской области в этом году, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Среди них школа в Сарове. Напомним, сдать ее должны 30 июня. В общей сложности во всех возводимых образовательных учреждениях смогут учиться более 22 тысяч детей. По словам Полякова, не все школы будут готовы в этом году. Строительство некоторых объектов продолжится в следующем. В Нижегородской области начинается новая волна COVID-19. Около 13% в общем объеме от всех проводимых тестов показывают положительный результат, сообщил замгубернатор министра здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, это первый прогностический признак подъема новой волны заболеваемости. Рост госпитализации обязательно не заставит себя ждать через две недели, заявил он. Министр сказал, что коронавирус стал сезонной инфекцией и сейчас можно управлять этой болезнью. Однако нужно вспомнить элементарные правила безопасности. В медорганизациях продолжает действовать масочный режим. Также важна вакцинация. За 10 дней саровчане перевели на счета мошенников почти полтора миллиона рублей. Схемы обмана привычные. Злоумышленники либо рассказывают о несанкционированных операциях с картами, либо обманывают при покупках на онлайн-площадках. Как не стать жертвой преступников, рассказали в Саровской полиции. За 10 дней саровчане отдали в руки мошенников более 4,5 миллионов рублей. За прошлый год жители Нижегородской области пополнили карман злоумышленников более чем на миллиард рублей. Такие цифры приводит начальник межмуниципального управления МВД по Сарову Андрей Чернышев. Горожане почти каждый день обращаются в дежурную часть с заявлениями о мошенничестве. Схема обмана почти одна и та же. На телефон мобильный житель нашего города осуществляют звонки. Представляются либо работниками банковских организаций, либо работниками Центрального банка, либо сотрудниками правоохранительных органов. И сообщают, что произошел неправомерный доступ к персональным данным гражданина. Липовые сотрудники банка или полиции поясняют, чтобы сохранить свои деньги от злоумышленников, человеку необходимо перевести средства на резервный счет. Часто преступники вынуждают доверчивых граждан оформить кредиты и также перевести деньги на безопасный счет. Еще один распространенный способ, к которому прибегают мошенники, специальные программы и приложения. С их помощью преступники получают дистанционный доступ к телефону человека. Мошенники просят установить специальное программное обеспечение из плей-маркета, программу, которая либо получает дистанционный доступ к устройству гражданина и уже без ведома гражданина денежные средства похищаются с его банковских счетов, либо программа, с помощью которой можно дистанционно видеть так называемое зеркало, что происходит на экране гражданина. При расследовании уголовных дел сотрудники УВД устанавливают, что большинство подобных телефонных звонков приходят с Украины. Соответственно, все деньги также уходят за территорию России, поэтому вернуть средства потерпевшим невозможно. Ни сотрудники банка, ни тем более центробанка не будут никогда выяснять вопросы по поводу оформления кредитов на гражданина каких-то, проведения каких-то операций, спецопераций по поимке мошенников, по переводу денежных средств гражданина, тем более на какие-то резервные счета. Запомните, что настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут выяснять важные вопросы по телефону и тем более просить сообщать персональные данные. В руках мошенников может быть много личной информации о человеке, вплоть до того, когда и какую сумму он положил на свою банковскую карту. Поэтому будьте бдительными и не доверяйте всему, что говорят вам на том конце трубки. Хор Капель детской школы искусств победил на конкурсе «Хоровая Казань». Творческое соревнование собрало около 30 коллективов из разных уголков России. Подробнее об успехах саровчан расскажем в следующем репортаже. В исполнении зомбийской народной песни «Бон Сиаба» хор Капель детской школы искусств привнес танцевальные движения и актерские элементы. Так получился яркий и оригинальный номер, который жюри и зрители всероссийского хорового конкурса «Хоровая Казань» приняли с восторгом. За произведение «Бон Сиаба» саровчане получили специальный диплом за лучшее сценическое воплощение хорового произведения. Чтобы мы давали энергию, она же у нас последняя, нам даже показали, как танцуют африканцы. Ну, потому что они живут бедно, и чтобы не страдать, они танцуют. Так нам говорили. И мы, когда танцевали, нам говорили, не работайте, вы делаете это в удовольствие, вы не работаете. На конкурсе хор Капель исполнил еще два произведения. Заход солнца Грига и русскую народную песню «Вопли березы» стояла. В средней возрастной категории выступали хоры из разных уголков России. Объявление призеров в финале конкурса длилось долго. А саровчан так и не было в этом списке счастливчиков. Но вот подошла очередь объявить последнего победителя. И со слезами на глазах отчасти детский хор Капель принял золото хоровое казание. Перед каждым выходом на сцену юные хористы по-особенному настраиваются на выступление. Мы передаем и скринку, то есть встаем в круг и нажимаем, пожимаем друг другу руки. А что это значит? Передаем и скринку, передаем свою силу друг другу, чтобы никто не боялся, чтобы все были заряжены на сто процентов, чтобы мы спели хорошо. Мне очень понравилось. Это было очень яркое событие, это очень мне запомнилось. Очень волнительно было, когда мы репетировали даже. Иногда что-то не получалось, но на конкурсе мы собрались и выступили хорошо. Хоровые конкурсы для коллектива – это огромный труд, терпение, как педагогов, детей, так и родителей. Выезжая на конкурсы, участники Капели учатся и перенимают лучший опыт у других коллективов. Очень сильные и прекрасные коллективы приехали. Мы очень многому взяли у них, посмотрели, насмотрелись, и сами себя показали, и подружились, и сплотились вместе в поездке, посмотрели прекрасную Казань. В планах у детского хора «Капель» новые конкурсы и победы. Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». До 12 февраля там проходит «Медовая феерия». Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом, мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На «Медовой феерии» представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют. То вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пиргу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 9 по 12 февраля с 10 до 18 часов. И только в эти четыре дня выгодная акция. Цветочный мед – 3 килограмма всего за 1 тысячу рублей. Цветочно-липовый – 3 килограмма за 1200. Гречишный – 3 килограмма за полторы тысячи рублей. И липовый мед – 1800 рублей за 3 килограмма. Нет возможности прийти? Доставим телефон 8 927 064 13 90. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА